Две Wi-Fi поворотных камеры в одной. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, перед вами новинка от Unrun, 8-мегапиксельная камера с двумя объективами. Один из которых фиксированный, другой который двигается при помощи поворотного механизма камеры. Предыдущие камеры от Unrun мне очень понравились. У них одно из самых шустрых, пожалуй, понятных и простых приложений в смартфоне для удаленного доступа из любой точки мира. Этой камере не нужен никакой видеорегистратор. У нее есть слот под картой памяти и объемом до 128 гигабайтов вы можете просматривать абсолютно даром. Также архив с вашего смартфона, компьютера, находясь где угодно. Что просто так говорить, давайте откроем эту коробку, посмотрим, как она поставляется. Посмотрим образцы, что она умеет. В общем, погнали. Кстати, друзья, возможно вы сталкивались с тем, что найти настоящего мастера своего дела сейчас достаточно сложно. Вдруг вам или вашим близким необходимо построить уютный камин, мангальную зону, да что там мангальную, настоящую печную кухню на улице, русскую печку по всем традициям и канонам. Мастер берется даже за нестандартные трудные работы, используя качественный резной кирпич. Ну а на выходе вы получаете уникальное в своем роде изделие, изготовленное с любовью, с душой, которое послужит еще многим вашим поколением. Друзья, это просто рекомендация хорошего печника Серафима. Ссылку на его телеграм-канал вы можете найти, у меня в описании под видео. Там множество работ, этапов. Вы можете поддержать ремесло человека, подпишитесь на группу. Вдруг вам или вашим близким это понадобится. Трудится по всей России контакты в его группе. Камера поставляется вот в такой вот фирменной розничной упаковке, на которой нарисованы ее основные какие-то характеристики. Открывая коробку, нас сразу же встречает инструкция. Инструкция, конечно же, на английском языке, при этом вот так вот схематично, логично и понятно. Самое главное, это вот эти вот квадратные коды для скачивания приложения, которое называется ARCCTV. И к моему большому удивлению, данное приложение оказалось вообще просто на основе самых шустрых и лучших. Далее, два вот таких вот трафарета для сверления отверстий. Они так на наклеечках. Сверление отверстий под кронштейн камеры. Блок питания с практически двухметровым шнуром. 12 вольт, 1 ампер, 12 ватт. Ну и сама камера, друзья. Ну, конечно же, еще комплект дебилей-саморезов крепежный. Вот так вот она космически необычно выглядит. Wi-Fi антенны. Все в пленочках. Пленочки, друзья, снимайте, потому что здесь и к светодиоды, и могут отражаться. У камеры с гордостью вот так вот спереди. Логотип Unran. Корпус весь выполнен из АБС. Сейчас делают такой АБС, что он даже особо-то не желтеет с годами. Металл он ничем не уступает. Камера полностью пылевлагозащищенная и подходит под наш суровый климат. Ваш вопрос по поводу морозов. При достаточно низких температурах, там 30-40, самое главное, чтобы она была подключена всегда к питанию. Потому что если ее отключить от питания, она долгое время будет, ну, какое-то время, 10-15-20 минут будет без питания. При минус 40, при включении, она может не запуститься, ее придется снять, дождаться, когда пройдет кондосат, когда камера нагреется. Это касается абсолютно, в принципе, всех вот таких вот подобных камер, да и, в принципе, металлических, любых. Сразу бросается в взгляд вот этот необычный кронштейн, который можно крепить разными путями и так, и так. И более того, он еще и поворотный, может как-то меняться, что-то менять направление. Здесь у нас две антенны, потому что камера подключается только по Wi-Fi и на конце хвостика имеет только один разъем под вот этот блок питания 12 вольт. То значительно удобно, потому что при желании вот этот провод можно туда внутрь запихать. Друзья, к сожалению, сейчас все абсолютно производители указывают вот на таких вот подобных двух объективных камерах разрешение 8 мегапикселя. По факту здесь, конечно же, отсутствует какое-либо 4К видео. Здесь каждая камера по 4 мегапикселя, это более чем достаточно. Хорошего качества детализация, это уже не 2, а 4 мегапикселя, в основном раньше 2 мегапикселя, сейчас 4 мегапикселя. И преимущество данной камеры, что у нее одна камера фиксирована на корпусе, другая камера подвижная и поворачивается практически на 255 градусов. Ну и с учетом угла обзора у данной камеры где-то порядка 75 градусов, в принципе, она может оглядывать вообще абсолютно всю территорию. Что мне нравится в этой камере, у нее прям отклик быстрый. Смотрите, вот я нажал раз и все, нажал раз и все. Еще и сопровождается такой небольшой легкой вибрацией, чтобы точно было ощущение отклика. Не просто нажал и ждешь, повернулась, не повернулась, а потом как-то перекручиваешь. Здесь прям все по шустрому, быстро. Это прям мне нравится. Ну и сами понимаете, одна камера может смотреть в одну сторону, другая может смотреть в противоположную сторону. Вы получаете две камеры в одной, что значительно выгоднее, чем просто купить вот такую поворотную камеру. Значит, разрешение 4 мегапикселя, по ощущению FPS где-то около 25 кадров, ну 20-25 кадров в секунду. Более чем достаточно для обычного частного сектора, дачи, дома, гаража, какого-то склада и так далее. Сейчас разрешение установлено SD, это если у вас, допустим, какой-то плохой интернет в телефоне или на объекте, вы можете смотреть в SD, если нормальное, то можете переключиться в HD разрешение и видим сразу же, насколько детализация стала выше. Переключая качество на одной камере, на второй камере так же переключается. Вот посмотрите, какая красота. Не знаю, как вам, друзья, но мне детализации вот этой вот более чем достаточно. Обычно для дачи, для дома, для частного сектора, да более чем. Посмотрите, как вообще. Ну вот, получается, я крутнул, и вот она поворачивается. И достаточно быстро. Вот раз, и вот она наоборот делает. Раз, обратно. У этой камеры объектив получается 3,6 мм, где-то 75 градусов угла обзора. А вот здесь получается где-то около 4 мм, а угол обзора где-то 55-60, даже, может быть, около 5-6 мм, какой-то необычный объектив. Таким образом, да, угол обзора становится меньше, картинка меньше, плотность пикселей выше, и детализацию вы получаете на выходе также выше. Но, к сожалению, со смартфона вот так вот не очень хорошо получается вам показать это. Экран немножко бликует, но вообще, прям, поверьте на слово, детализация классная. Также есть встроенные светосенсоры, которые автоматически переключают камеру в режим ночного ИК черно-белого видения при наступлении полной темноты. Вот так, друзья, камера показывает в достаточно темное время. Видите, ничего вот не вижу. Примещаюсь. На улице весьма темно. И вот при обнаружении движения камера включает фонари, изображение переключается вообще в цвет и показывает практически к огнем. Посмотрите, как равномерно. Понятно, что от снега свет отражается хорошо, и тем не менее, практически к огнем все показывает. Ну, конечно, сейчас свет сильно попадает вот в этот участок, и за счет того, что он со снегом, прям засветка такая идет нехилая. Но в целом нормально, друзья, в цвете, что позволит отличить цвет автомобиля, там, цвет куртки, и каким-то образом, там, найти зломышленника в случае не дай чего. Переключил камеру чисто ВК, чтобы фонари не будут сейчас включаться по обнаружению движения. И вот так вот мы видим, что подсветка достаточно равномерная, все заполнило пространство. Кстати, сейчас на телефоне снимаю, лицо кажется все-таки засвечено, но по факту лицо не засвечено, лицо нормально видно. Номер автомобиля, кстати, друзья, забыл вам продемонстрировать, но его хорошо видно на расстоянии где-то около 30 метров от камеры. Ну, не 30, а 25, давайте так, 25 метров, но не ночью. Ночью номера засвечиваются, как и у любых обычных камер. Так, в целом, хорошо, равномерно заполнять пространство, и то, что там сзади меня находится камера, которая бьет ей в лоб, это скорее помеха, чем помощь. Забавно, друзья, как будто, знаете, вот эта улыбка такая. Видите, глаза и улыбка. Светодиоды, как фонари, которые могут включаться, светить фонарем. И, во-первых, изображение вы видите в цвете, ну, а, во-вторых, таким образом выставляется автоматическая подсветка при обнаружении движения. Фонари включаются, и таким образом могут спугнуть злоумышленника, создав впечатление, что хозяева есть на объекте. Ну, и, в-третьих, это как стационарное освещение. Вышли на свой участок, камера у вас увидела, движение обнаружила, и включает вам свет, чтобы вы там аккуратненько там где-нибудь по ступенькам шли. Опять же, друзья, помимо того, что камера записывает видео, у нее есть также встроенный микрофон и динамик. Сегодня солнечный день. Да, слышно, но очень тихо. В принципе, можно пользоваться, но если близко с камерой стоять. Как и говорил, камере не нужен никакой видеорегистратор для записи архива на жесткий диск. Жесткий диск, сами понимаете, стоит дороже, чем эта камера. Плюс еще видеорегистратор, там, 4, 5, 7, 8 тысяч, в зависимости от производителя. Под этим вот герметичным, плотным, как мы видим, очень хорошим, кстати, разъемом. Карта памяти уже установлена, потому что при покупке вы можете выбрать вариант в комплектации с картой памяти. Ну и вот она уже установлена, здесь кнопка Reset. Карта памяти поддерживается до 128 гигабайт. Друзья, подключение простое. Блок питания к камере, блок питания в розетку. Камера при включении тестируется, включает фонари. И желательно, чтобы ее ходу ничего не препятствовало, чтобы не повредить механизм. Так что, когда она делает, тестывает эти повороты, придерживайте ее. Все. Потом любым удобным вам приложением, которое сканирует коды, в зависимости от того, какая у вас операционная система на смартфоне, iPhone или Android, сканируете код, переходите по ссылке, в моем случае через Play Market, и абсолютно даром скачиваете вот это приложение. Можете вбить просто в название поисковой строке. Приложение у меня уже установлено, вот тестировал разные камеры. Ну и как обычно, для того, чтобы добавить новую камеру, нажимаем в правом углу на плюсик. Вот уже, смотрите, найдено устройство. Нажимаем добавить. Обратите внимание, что камера работает по Wi-Fi в частоте 2.4. Уже нашелся мой роутер, и пароль уже вбит, так как я уже добавлял камеру, и приложение уже запомнило мой пароль от Wi-Fi, но вам нужно будет его самостоятельно вручную вбить. Следующий шаг, идет уже подключение. Камера даже на 12%. Все. В принципе, подключение заняло менее минуты. Далее, как обычно, во многих приложениях предлагают придумать название камеры, либо воспользоваться предоставленными шаблонами. Пусть будет вот так, двор. Все. Нажал подтвердить. Камера уже добавилась. Сейчас при первом включении вам предлагают воспользоваться облачным хранилищем 15 дней в подарок, для того, чтобы понять, подходит или не подходит. Ну, это просто по желанию. Можете пользоваться облачным хранилищем, именно предоставленным данным приложением. Можете не пользоваться. Это, друзья, единственная платная функция в приложении, облачное хранилище. То есть, вы арендуете место на каком-то удаленном жестком диске и можете просматривать с него архив. И за это вот есть там разные тарифы. Ну, я им обычно не пользуюсь, мне это неинтересно. При желании можно настроить и свое облачное хранилище по FTP-серверу. Архивы с SD-карты памяти абсолютно даром в любой точке мира. Вот мы включаем. Все. Как видели, для того, чтобы подключить эту камеру к вашему смартфону, это занимает, ну, не знаю, менее минуты, наверное. Друзья, есть огромное количество всевозможных разных настройок по управлению поворотов камер. Можно выставить разные пресеты, то есть какие-то изначальные точки, и потом просто переключаться по ним, и камера автоматически будет менять заданные заранее вами направления. Ну, или, к примеру, автоматическое патрулирование, когда камера будет сама двигаться, причем в неком хаотичном порядке, для того, чтобы ее движение особо никто не предсказал. И во время обнаружения движения при включенной функции слежения камера еще и может сопровождать движущийся объект, в том числе именно движение человека. Вперед! Вот, друзья, видите, на пса никак не реагирует, а я появляюсь в кадре, и камера тут же начинает следить за мной. Единственное, что следит, она как-то все, не показывая лица. Видите, как-то вот этот момент, как есть, так есть. Вот это слежение, возможно, в ближайшем обновлении поправят. Я продавцу попробую написать, когда вот уже выставляешь, видите, и у нас следит какой-то инкогнито лиц. Вот, как бы я не двигался, я вроде уже и выше ее поднял. Если я вот сюда только подойду. Ну, есть вероятность, что я камеру повесил немножко под уклоном. Также, находясь в любой точке мира, можете включить на 15 секунд звуковую сирену. Звучит, блин. Друзья, в главных настройках огромное количество всевозможных разных инструментов для сценария именно вашего использования камеры. Мне очень нравится это приложение, потому что все наглядно в картинках написано на русском, и можно все понять даже без опыта видеонаблюдения, и настроить камеру именно так, как вам необходимо. Настроить разные графики по тревоге, по обнаружению движения, чтобы камера вас оповещала только в определенные периоды, а не целый день. Можно настроить зоны обнаружения движения, где будут фиксироваться тревожные события, и в случае чего вас будут оповещать пуш-уведомления практически через пару секунд. Можно выставить тревожные линии пересечения движения, к примеру, вдоль забора, или выделить ваш автомобиль на стоянке. Если кто-то подойдет, вы получите пуш-уведомления, будете осведомлены о событии. Конечно же, важно, что у этой камеры есть аналитика обнаружения движения именно человека, что сводит ложные сработки к минимуму. Ну а график записи вы также можете регулировать. По умолчанию записи ведется цикличная, 24 на 7. При заполнении карты памяти самое новое будет записываться поверх самого старого. Можно выставить запись только по обнаружению движения, что значительно сэкономит место на вашей карте памяти. Однако камера записывает кодек H.264, и, соответственно, видео занимает достаточно мало места с сохранением качества. На 128 гигабайт по обнаружению движения, там, мне кажется, может и месяц и полтора влезть, в зависимости от интенсивности. Повторюсь, очень нравится это приложение, потому что в нем все понятно, емко, и есть все необходимые настройки с описанием. Удобно, что можно взять, выделить те видеоролики, видеофайлы, которые вам необходимы, и разом и скачать. Не все вместе, а разом, а потом уже отправить в мессенджер или куда вам нужно. Обратите внимание, видите, сейчас стоит облачное, написано купить сейчас, мы же не выбрали вот этот даром, который предоставлялся в период. Вот, это не значит, что необходимо купить. Вот, мы переключаемся на SD-карту памяти, все, все функционирует, а то некоторые пишут, там, все платно. Нет, друзья, платно, как я и говорил, только облачное хранилище. Временная шкала, на которой вот этими оранжевыми-зелеными линиями отображается именно обнаружение движения, какие-то были события. Когда-то я включал на обнаружение только человека, когда-то вот на песика реагировало, вот здесь вот на меня будет реагировать. Вот это я тут стоял. Блин, друзья, изображение обалденное. Можете даже зумировать, смотрите, зумировать архив, не только в онлайне, но и архив можно зумировать. Это прям классно. Вот так вот, друзья, находясь в любой точке мира, можно видеть все, что у вас происходило хоть несколько дней назад. Если подытожить, то камера за свою цену хороша. Она стабильно работает, быстро и хорошо подключается к Wi-Fi, легко и просто, без опыта видеонаблюдения, вы спокойно можете ее себе установить и пользоваться прямо с первых же минут. Детализация в целом нормальная, это не 2 мегапикселя, все-таки 4, и с меньшим углом обзора там вообще детализация классная. Опять же, вы получаете две камеры в одной. Одна направлена в одно направление, другая в другое. Самое шустрое действительно приложение, мгновенно, не единственное, что не показал, куда-то потерялась запись, мгновенно приходят пуш-уведомления. Из недостатков могу отметить, что достаточно тихий динамик, наподобие что-то громкой связи смартфона, и подходит только, если вы находитесь рядом с камерой, можно услышать и, в принципе, переговариваться. И странно отлаженная функция слежения за человеком, потому что она слеживает где-то на уровне плеч, а лицо, как раз-таки, самое главное, не видно. Однако, друзья, уже после того, как отснял обзор, понял, что, возможно, нужно было сделать калибровку. Там есть такая функция калибровка ПТЗ. Скорее всего, если просто ее сделать, там около 30 секунд она занимает, камера будет отслеживать так, как надо. Так что это, друзья, под вопросом. Просто не пользуюсь этой функцией, она мне особо не интересна. Ровно так же, как динамик на улице. А так, классная камера, смело рекомендую. Верен, вам она понравится. Ссылку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Именно поэтому переходите, заказывайте. Садовец уже надежный, камера проверенная, смело рекомендую. Поделился с вами опытом, и надеюсь, это видео вам было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и ладость в сердце. С вами был Ёж, пока. Субтитры сделал DimaTorzok